Здравствуйте! Дима! Икнетчи! Не разбирайтесь! Икнетчи! Давление чувствует, как мозг, и достигает тонна, тонна печени. При каком давлении ломается самая твердая человеческая организм. Это тазобедка. Это тазобедка. Сима, ты вообще обнимаешься. Он твердый тверд? Нет! Он же вас сейчас съест! Ну вот и стрелищи все�리кие. Чип-чип подбежала! Сима, ты куда? Отмечали все его. Поченые посчитали, что при таком большом давлении челюстей должны ломаться и челюсти самого крокодила. Но они не ломаются за счет того, что по бокам у вас пришлось эстетирующие мышцы, встречающие давление. Поэтому, когда крокодил резко заклопывает пасть, мышцы срабатывают в обратном направлении. А вы его можете сюда выдвинуть? Вы можете его сюда выдвинуть? Тяни, заходи, тяни, тяни. Вот, я зайду. Зайдешь? Ты дура, что ли? Где-то можно зайти. Ты дура, я не пойду. Я не пойду. А почему он такой полосатый? Он весит 350 килограмм. А он живой сейчас? Вы не боитесь его? А почему он такой полосатый? Сколько вопросов одновременно? Давайте в порядке очень. Почему он такой полосатый? Окрас у него такой. Вообще любое животное получает свой окрас в соответствии с условиями окружающей среды, в которой он обитает. Та же самая змея, например, серого цвета обитает обычно в каменистых местностях. Любят горные, швистые, поверхности. И крокодилы, вот, например, такого полосатого крабчатого окраса, любят больше болота. А вы его не боитесь? Я не люблю, я крокодилов. Я? Да. Как памперсы лучше друг малышей. Вообще крокодилы являются одними из легочных животных, которые дольше всех могут отходиться без воздуха. На одном вдохе вот так вот крокодил может провести под водой от 3 до 5 часов. Ого! Да, в это время сердцебиение изъявляется. В это время сердцебиение изъявляется.